Трампа может добить черная смерть американской энергетики. Статья на РИА Новости за 5 августа 2020 года. Сергей Савчук. Обойти тему предстоящих выборов президента США очень сложно, хотя бы потому, что речь идет об избрании руководителя первой экономики мира, повелителя планетарного печатного станка и главнокомандующего армии с мощнейшим и ядерным потенциалом. На дворе еще лето, но страсти на политической арене Америки накаляются по нарастающей. Дональду Трампу чрезвычайно не повезло, что выборы состоятся в текущем неспокойном и кризисном году, потому что результаты первого полугодия работают против него. Вчистую проигранная Министерством здравоохранения борьба с COVID-19, более 150 тысяч умерших, галлопирующая безработица, 22,6 миллиона новых безработных с марта, кризис углеводородных рынков, цены на газ и СПГ падали до 25-летнего минимума. Имея на руках такие карты, крайне сложно довести партию до победы. Джо Байден в этом плане совершенно чист и наверняка будет использовать внутренние негативные тенденции для повышения собственного рейтинга. Но есть еще один крайне важный аспект, способный качнуть наши чаши избирательных весов в ту или иную сторону. Речь идет о падении добычи угля. Говоря о важности, мы ничуть не преувеличили. В пору предыдущие избирательные кампании Хилари Клинтон и ее избирательный штаб опирались на так называемых «селебрите людей искусства». Голливудские и медиазвезды всемирно поддерживали госпожу Клинтон и выставляли Трампа с средоточием всех мыслимых грехов от расизма и до близкой дружбы с российскими спецслужбами. Команда республиканцев оказалась умнее и выиграла. Ставка текущего президента была сделана на средний класс и один из его столпов – угольные профсоюзы. На фоне современного информационного тренда, где все внимание уделяется альтернативной энергетике, а ископаемые углеводороды преподносятся чуть ли не как главная беда человечества, незаметным остается тот факт, что в США уголь добывается в 25 штатах, то есть ровно в половине страны. Если наложить карту угольных месторождений на карту голосования, то выяснится, что регионы угледобычи и поддержки Трампа совпадают идеально. Дверь в овальный кабинет для Трампа распахнули руки американских шахтеров, которым рыжеволосый кандидат обещал остановить разрушение отрасли, восстановить добычу и дать работу. Минуточку. Трамп Дигс Коу Звучало практически на каждой его встрече с избирателями, и они верили в лучшее. Главную бомбу под национальный углепром и президентские амбиции Трампа подложил его предшественник Барак Обама. Последним был падок на обещание производителей солнечных панелей и других ВИА, и в феврале 2016 года подписал АКТ. Согласно которому из бюджета страны 90 миллиардов долларов выделялось на стимулирование бескарбоновой энергетики, а еще 150 миллиардов долларов были потрачены в виде инвестиций в частные и не федеральные зеленые проекты. Именно при Обаме национальный угольный сектор стал стремительно хереть и сжиматься. В 2011 году США в год добывали 1,1 миллиарда тонн угля. В 2015 объем сократился до 896 миллионов. А 2016 избирательный год Америка закончила уже с показателем 739 миллионов тонн. Нужно отдать Дональду Трампу должное. Предвыборное обещание он пытался выполнять. В следующем году угольные шахты и разрезы выдали на гора 775 миллионов тонн. При этом вдвое вырос показатель экспорта черного золота с 51 до 97 миллионов тонн. Именно на этот период, кстати, приходятся первые поставки пенсильванского угля на Украину. А вот дальше процесс забуксовал, и ситуация стала опять ухудшаться. В 2018 году добыто уже 755 миллионов, в 2019 705 миллионов тонн. То есть всего за год производство упало на 7%. Это худший показатель с 1978 года, когда Америкой управлял еще Джим Картер. А в СССР при власти был Леонид Брежнев. Но за этими цифрами не видно главного, судя по людей. За последние 5 лет добыча угля полностью прекращена в Канзасе и Арканзасе. А в Вайоминге, Западной Виргинии и Пенсильвании, трех главных угольных штатах, дающих совокупно более 60% добычи, производство сократилось в среднем на 20%. В Аризоне была закрыта угольная электростанция Навахо, а вместе с ней закрылся и разрез Каэнта, из-за чего более 300 горняков остались без работы. А бюджет индийской резервации Хопи, где располагались эти объекты, одним махом сократился на 12 миллионов долларов, или 80%. Входящая в структуру Министерства энергетики США убеждена, что уже в следующем году добыча восстановится и вернется как минимум к показателям прошлого года. Прогноз базируется на вере в то, что природный газ в 2021 году подорожает настолько сильно, что применение угля для производства энергии опять станет экономически выгодным. Совершенно непонятно, от каких исходных данных в своем анализе отталкиваются специалисты, но столь бравурные ожидания очень похожи на использование административного ресурса, чтобы в канун волеизъявления успокоить целевую категорию граждан. Абсолютно ясно, что результаты 2020 года по всем производственным фронтам будут еще хуже. COVID безжалостно перепахал не только планы нефти и газодобытчиков. Пострадали бюджеты всех без исключения стран. И урон тем сильнее, чем крупнее экономика, и чем больше она привязана к углеводородным рынкам. Сегодня в США накоплены рекордные 560 миллионов тонн нефти, которые некуда и некому продавать. Количество рабочих скважин сланцевого газа сократилось втрое, и это тоже худший показатель с 1975 года. Подобная диспозиция никак не облегчает Трампу переизбрание на второй срок, ведь приемами прошлой кампании воспользоваться явно не получится. Стране нужны уголи, рабочие места, а Дональд Трамп может предложить разве что свои посты в Твиттере и бесконечную мантру о величии Америки. Вся эта зеленая энергетика до добра не доведет планету. Трампа может добить черную смерть американской энергетики.